ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Техника ведомственной пожарной охраны на станции «Отрошка», которая нам была представлена, поразила воображение. Пожарный поезд номер 6 оказался абсолютно самодостаточным и грозным оружием в борьбе с огненной стихией. Поезд оснащен, ну, можно сказать, по последнему слову науки и техники, имеется вооружение пожарно-техническое, аналоги которых в других подразделениях нет. Значит, автономно он может работать в течение трех суток. Имеется запас емкость воды, имеется запас питания для работников пожарных поездов, именно рассчитан на трое суток. В состав пожарного поезда входит 4 единицы подъездного состава. Это вагон насосный на базе цельнометаллического пассажирского вагона. Две цистерны водохранилища общей емкостью 120 тонн. Вагон-гараж с находящимся в нем пожарным автомобилем и резервной дизельной электростанции. Пожарные поезда, в отличие от пожарных автомобилей, более адаптированы к условиям железных дорог. Они могут прибыть в любую точку и доставить к месту пожара до 150 тонн воды, до 10 тонн пенообразователя, личный состав, необходимое оборудование для борьбы с огнем и последствиями аварии. Ситуации, когда пожарные автомобили не могут подъехать к месту пожара или аварии, предостаточно. Именно в этих ситуациях вся надежда остается на пожарные поезда, которые, благодаря отработанной на железной дороге схеме доставки, оперативно прибывают к месту бедствия. Преимущество пожарных поездов заключается не только в том, что они способны доставить к месту пожара или аварии людей и оборудований. Запас рукавов в пожарном поезде достигает двух километров. И это позволяет ему дотянуться до пожара, который находится на значительном удалении от полосы отвода железной дороги. Пожарный поезд оснащен. Две установки комбинированного тушения пожара Пурга, предназначен для тушения розвитых нефтепродуктов. Оснащен двумя дизель-электростанциями, общей мощностью 16 киловатт каждая. В состав поезда входят две стационарные пожарные монтопомпы, производительность 40 литров в секунду. Пожарная автоцистерна ЗИЛ-131-137. Неснижаемый запас рукавов, запас неприкосновенных горючих смазочных материалов. Установка Пурга мощности чрезвычайной. Струя воды или пены, в зависимости от обстоятельств, бьет на дальность до 50 метров. Две емкости, емкости водохранилища, плюс пенообразователь. Они дают, конечно, очень большой эффект, особенно при тушении каких-то серьезных таких возгораний, пожаров, в том числе и нефтепродукты. И уж чего мы совсем не ожидали, так это то, что из ангара поезда, как с авианосца, ринится в бой с огнем стандартная пожарная машина. Это тот самый стандартный ЗИЛ-131, коих большинство в самых обычных пожарных частях МЧС. Имея на борту автомобиль, поезд при прибытии к месту возгорания еще больше увеличивает радиус борьбы с огнем. По запасу гнетушащих веществ пожарный поезд равен 140 пожарным автомобилям. Где-то 10 тонн пенообразователя, и, как говорилось ранее, 120 тонн воды. В летнее время, при наступлении пожароопасного периода, прицепляется еще одна цистерна с 60 тоннами воды. То есть пожароопасный период, он несет в себе 180 тонн воды. Осматривая чудо-поезд, мы не увидели локомотива. А если его нет, то о какой мобильности и 10-минутной готовности может идти речь? Ларчик открывался просто. Под пожарный поезд, в случае возникновения пожара, подается локомотив из-под любого поезда, независимо от назначения поезда, от пассажирского и от грузового. Согласно этой же инструкции, в течение 10 минут подается тепловоз и выводится, поезд выдвигается к месту пожара. Всего же ведомственная охрана железнодорожников России имеет в своем распоряжении 324 пожарных поезда, которые включают более тысячи единиц подвижного состава. Только в прошедшем году пожарные поезда России привлекались на тушение пожаров около 2000 раз. Несколько сотен выездов было для ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.